Бой огонь пошли, нас Господь зажгит, чтоб горели мы духом твои. Музыкальное училище по классу духовых и датных инструментов. И это была основа для того, чтобы использовать мне в музыкальном служении. Почему я служу Господу и как я служу Господу? С 96 года я учился в библейском институте. И после того, Господь использовал меня в служении пастора. Я был пастором 2 года перед тем, как я приехал в Америку. И за это время Господь сделал много чего в моей жизни. И вот уже сейчас получается 14 лет в Господе и 11 лет в служении. И хотелось бы, чтобы наше сердце всегда было открыто к Господу. И чтобы мы никогда не приходили к отцу нашему и не пытались забрать свое и уйти от него, как когда-то сделал бы мой сын. Вы знаете, я сегодня услышал мысль такую, там на духовом оркестре собирался в здании пастора Даниила в церкви Царь Славы. Мужчина, который занимается этим оркестром, сказала удивительную вещь. Я до этого никогда не слышал. Это же еврейская традиция, она говорит о том, что если сын пришел к отцу забрать свой час, то это говорит о том, что ты умер для меня. Вау. Дарья, я никогда не делал с этого. Даже не пытайтесь. Даже не думайте об этом направлении. Все, что мы имеем. Помните второго сына. Как ему потом было стыдно. Он пришел. Слышишь, бать, я не понял, это всегда с тобой, короче, до этого там, какого-то там, где-то он пропадал, а ты его, значит, принял. А я просто с тобой, амесусь, ну че? А больно, сынок, дорогой, не все ли моем твоем? Че ж ты его пользовался? Ты на тебя вообще пришел, спросил меня что-то? В общем, я тебе дам, да ради пофигу, мне жалко, что я. Вот так, знаете, что интересно, как написано, вы получаете, потому что вы не просите. Амес! 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 не принимать, потому что сердце открыто, которое впитывает, как губка, слово Божье. Особенно в этой стране, это очень важно. Халлалюя. Вы знаете, я был в разных местах, слава Богу за пастора Даниила, слава Богу за других моих друзей, которые открыли свои сердца, для того, чтобы мы вообще приехали сюда, для того, чтобы мы были в этих местах, где Господь ходил, где Он учил. И вы знаете, вы вообще благословенные люди, вы живете на этой земле, просто Дух Господень сегодня здесь на вас и всегда он пребывает здесь. Халлалюя. И вы знаете, следующая песня, она очень символична, она приводческая песня. И когда я был на горе блаженств, я как-то, Господи, неужели это именно здесь произошло? Когда Иисус учил в последнее время, и когда Он говорил, что будет происходить в последнее, спасите Иисусу, чтобы достойно чести написать мои такие маленькие страсти по Матфеям. Бог, Он такой классный. И я так радуюсь, что я могу это сказать, что в этом обществе, я знаю, это примут, что Бог классный. Аминь, Аминь. 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 Что Бог наш, Бог радости, аминь, Бог печали, что Он ведет нас во дворы веселья, что эти временные скорби, которые встречаются в нашей жизни, которые мы проходим, особенно вы, дорогие мои. Мы молимся наше всякие все время за Израиль, чтобы Бог дал вам силы, пройти через эти вещи. Мы приезжали по домам, и вот эти вот, как сказать, как будто бы кто-то ногтями обозрал, вы понимаете, это снаряды были. Я понимаю, через что вы проходите. И просто поэтому актуальны и такие песни. И Господь, Чудесный Дед, укрепляет наш дух, чтобы мы стояли. Потому что многие не выдерживают, конечно, этих вещей. Кто-то просто отказывается, не просто отказывается, кто-то вообще от хиста отказывается. Кто-то просто от обетований Божьего отказывается. Да ну эту обетованную землю, поеду я в место, где сохранит меня Господь. Но, дорогие мои, Господь сохранит на всяком месте. Аминь! Аллилуйя! Господь сохранит на всяком месте. И все есть веры для этого. Если маловерие, мы слышим Господу, Господи, прости мою, маловерие, прости мою, неверие. Я не могу здесь. Я уезжаю туда. А тут такие, знаете, пару пафосные речи, такие очень немножко гордые, отчасти на обмены. Я такие, о, вы знаете, Господь посылает меня там куда-то. Да никогда не посылает, что-то нет. Ты просто боишься. Вот это все. Скажи честно. Я боюсь. Я человек. Я экспортис. Я просто боюсь. Знаете, когда я ехал в Америку, я так и говорил, я еду в Америку не потому, что Господь призывает меня к спасению миллионов американцев, ведь это я английский не знаю. И я просто не ехал туда, потому что действительно жизнь в той стране оказалась мне намного лучше, чем в той стране, где я находился. И у меня уже в том времени был маленький ребенок. Я понимал, что как глава семьи я ответственный за эти вещи. Я взял на себя ответственность. Когда женился, я взял на себя ответственность за эту женщину, которая сегодня сопровождает меня повсюду. Знаете, я один раз сделал ошибку. На три дня я уехал на музыкальный фестиваль, и больше я эту ошибку не повторяю. Я уехал один. Все. Алис Гуд, Финитали Камеди. Больше никогда один. Только с моей женой. Что бы этого не стоило мне? Аминь, аминь. Поездка из Израиля, дорогая поездка, но я все равно ее с собой взял, чтобы без нее сейчас я никуда гололюй. Слава ему за это. Он дал мне эту ответственность над моей супругой, и я ее храню в сердце свое. Я перед Господом обещал. Аминь, я перед Господом обещал. Вот. И это на мне лежит ответственность. Но вы знаете, Господь чудесным образом вывел меня. И я встретил пастора, я встретил церковь чудесную. Я благодарю Господу, что ваш пастор знаком с моим пастором. Это пастор Сергей Крайнец. Мы движемся на восточном побережье Америки. Очень здорово движемся. Точно так же в прославлении, так в Господе просто течем. Халлелуи. И сегодня Господь много вещей делает для нас там в Америке. И просто так смотришь на все, и ты думаешь, Господь, вау. Если бы не ты, если бы не ты, никогда бы я в жизни этого бы не имел. Но только твоей благодати, вот славой твоей. Когда ты смиряешься, что за этим следует? Богатство, слава и жизнь. Аминь. Аминь. Богатство, слава и жизнь. И все эти вещи, когда ты смиряешься, это свое пред Господом, они приходят в твою жизнь. И вы знаете, недавно я, я как бы сделал свой веб-сайт. Я пытаюсь использовать этот ресурс, интернет, для того, чтобы свидетельствовать людям о том, как благ Господь. И там есть мои песни, там есть, значит, информация о том, что я делаю, куда я езжу. Вот, извините, совсем недавно телеканал Тебея Носия. Вот они обратили мне это внимание. Там есть один из моих клипов, который я еще в Беларуси хотел сделать с той группой, где мы ездили. И говорят, о, парень, слышно, это неплохая вещь, этот клип. Давай-ка я присылаю нам. Я настолько зажегся, я в этот альбом записал новую песню, и я продавил, ну, я сразу, когда я ее сочинял, я сразу увидел, это будет клип. Это будет клип. Поэтому он такой, очень русская такая песня, она очень такая народная песня. Я постарался сделать так, чтобы как-то вот, ну, направить русских людей, ну, в сторону Господа, чтобы они увидели, кто следили. Не там, Владимир какой-то там, вот, не там, еще другой Владимир там, не еще там, какой-то там, непонятно кто. Господь Иисус Христос! Аллилуйя! Аллилуйя! Это единственный директор для России! Аллилуйя! Это, это ганат, это меморического подруга, это гранат политических стабильницей, это гранат социальный благ. Тут он, Аллилуйя! И те, кто выбирают его, та страна, где со мной ценны эти принципы. Я вижу только так, страна поднимается. Аллилуйя! 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 Теперь я имею новую жизнь, новую жизнь имею теперь, новую жизнь в Иисусе Христе. Субтитры создавал DimaTorzok Чтоб твой огонь святой не покидал нас никогда.